здравствуйте дорогие друзья я сегодня с непривычного аккаунта вещаю сейчас ко мне присоединиться татьяна со своего я сегодня немножко не 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 заметив того как-то по-нормандски оделся матросочку здравствуйте татьяна здравствуйте геннадий я прекрасно я прекрасно ты сегодня хрустальной нежности просто вид у тебя и образ спасибо я всегда пью чай и я всегда люблю рене лалик как это сочетается но если позволишь я тебе позволяю всегда и все это видно да видишь у меня я сегодня чуть-чуть завидовала тебе утром когда ты все так красиво выложил перебирал свои шкафы но я живу скромно и я у меня дилемма я подобрала у меня есть прекрасный премьер гран-клю класе сатерн который барельеф подсказывает что такое такой такой продукт декантировать не надо он уже не ругай меня у меня нет правильной пробки не меня пожалуйста это работает но это может быть несовершенно следующий раз когда поедешь в японию да пожалуйста сходи в музей лалика и посмотри в сувенирном отделе может быть что-то как там решим я могу даже я могу даже в цун зайти и спросить там посмотри это же очень похоже нет я пью красный чай сегодня я пью ты что сегодня пьешь какой чай я сегодня пью шапландский чай неплохо но мы же но чай же должен быть каждый раз а то мы но я пью сун чэнь пай митлс красный чай потому что на самом деле я сатерна всегда люблю с хорошим черным или красным чаем и дразнится вежливо дразнится вежливо подскажите пожалуйста телезрители простите зрители дразнится вежливо практически телезрители знаешь когда в октябре делали съемку для журнала моего любимого журнала собака в петербурге у меня во всю шее были ландыши лалик ну и вообще на самом деле лалик ты же знаешь ты спасибо большое во первых что ты так трогательно рассказал о нашем проекте с русскими самоцветами вчера и ведь ты помнишь когда я вышла из самого красивого офиса в мире и сказала что может быть я профессионально хотела бы заниматься этикетом ты сказал ты тоже сомневался как его случаи с брошами помнишь но петербург был прекрасен я очень я честно говоря грустно что мы не я не знаю когда я попаду в петербург но петербург париж был мой очень частый мы вчера с тобой съездили я физически себя ощущал правда правда и все говорят что это был наш лучший эфир но это действительно мы знаем тему но париж который мы перелетели сегодня париж петербург париж был мой частый маршрут как и париж петербург я всегда возвращалась и это два города которые без меня смогут я без них нет все так же и как ты помнишь в девяностом году девяносто первом я была принята на работу в париж в офис и я много гуляла по городу и не всегда офисная жизнь была проста это было достаточно структурно это было достаточно такое жесткое устройство естественно карьера достигали французы всеми способами я о карьере не мечтала и я гуляла по городу и в районе альма есть прекрасная дверь это витраж стекло витраж дымчатый витраж дымчатый хрусталь и такие сосновые ветки с шишками и это все очень объемно это была моя любимая дверь это был мой такой маршрут я проходила знаешь как но это был такой талисман моей парижской жизни и я не сразу поняла что это и есть мой любимый рынок и как ты знаешь в арсей наверху в залах из залов лалик лучший вид на париж поэтому лалик сопутствовал мне всегда и наверное никто лучше чем он никогда не рисовал никто не рисовал шишки ласточек помнишь эти прекрасные свалонс никто не рисовал анимоны так как он и не не превращал их ювелирное изделие мои броши неподсмотренная уровня лалик это совсем другая история но вот есть и есть такое слово как fascinated когда ты завораживающе останавливаешься смотришь то я наверно в париже знаю но помимо арсей музей декоративных искусств помимо главного тика лалика я наверно знаю почти всех трейдеров антикваров которые занимаются профессиональным лаликом и я там всегда вспоминаю тебя потому что я знаю как ты любишь японию и самые частые гости в павильонах и на марше пюс и в галерее лувра которая сейчас закрыта это японцы когда они подходят к лалику они пьюсы открылись вчера были открыты пьюсы вчера у и был открыт уже но это тоже немного жестоко потому что я туда поехать тоже не могу но когда японцы подходят к экземплярам к часам или прекрасным вазам к декантерам они делают так и все еще конечно в моем блокнотике срочные мечты ты знаешь что я никогда не было в португалии никогда ни разу ни разу и туда я сейчас тоже не могу поехать но блокнотики давно записано одна из первых строк это конечно португалия это лиссабон и в музее гибелкана который дружил 50 лет со сройной лаликом у него есть 800 предметов его коллекции вот это я хочу увидеть он только ювелирных ювелирных вещей заказал 150 предметов самая большая коллекция это был и друг друг клиент клиент коллекционер и вот это я точно гибелкан вообще это конечно совершенно потрясающе там те два музея в лиссабоне которые с ним связаны музей гибелкана собственно и музей востока это одни из лучших музеев которые я вообще в своей жизни видел и конечно ну ты понимаешь что когда вдруг появляются такие люди которые имеют страсть к собирательству да которые знают что они хотят и которые имеют средства чтобы собирать ну как он или как Пегги Бугенхайм или как ну или как эти суцуки в музее Хаконе да в Японии это то же самое одержимо Францию они собирали и там же ты знаешь у меня было у меня было несколько в жизни примечательных событий как обычно у меня события связаны с едой гастрономической составляющей потому что это это либо во время не только еще шляпный магазин да но у меня несколько событий в жизни которых я вспоминаю и ты знаешь когда мы вспоминаем возвращаемся к одному и тому же моменту это скорее всего какой-то счастливый момент и момент который не уходит из твоей головы и вот один из таких моментов он был в в Индии я первый раз в Индии это 2002 год и мы приезжаем мы приезжаем в город Джудпур в столицу Раджастана и нас приглашают на ужин в резиденцию Махараджи ничего себе в честь того что ты первый раз приехал в Индию в честь того ну не будем не будем не будем сильно так сказать преувеличивать значение этого приглашения потому что все такие приглашения в Индии делаются за некоторое вспомиществование беднеющим Махараджем но в его персональном в его дворце и в его столовой дайминг рум довольно редко даже за деньги туда можно попасть довольно редко и вот наши принимающие прекрасные индийские ребята они это сделали и мы приехали еще был предыдущий Махараджи Хавани Синг жив хотя уже был болен и он был сыном того самого Мансинха второго который был последним великим Махараджей который ну как бы потерял власть когда Британия только у меня на видном месте да когда Британия ушла из Индии тем не менее он оставался он был то в правительстве то в парламенте то послом в Испании был потрясающий персонаж потрясающий один из тех которых делают выставки но еще были потрясающие как ты знаешь была его жена третья жена не то что он с первой разводился на второй у него было три жены да а третья жена была Гаятри Деви да самая знаменитая наверное индийская красавица которая прожила почти сто лет она умерла не так давно и интересно что она родилась в 1922 году и в когда ей было двенадцать лет ее первый раз в Калькутте на каком-то аристократическом собрании видит Мансинах который в то время двенадцать лет ей было двенадцать лет она она живая девчонка она там бегает она значит ну девчонка с косичками там знаешь не то что королевская дочка она была дочерью махараджи бороды это ныне штат гуджрат и он он запоминает ее и он когда она достигает совершеннолетия он просит ее руки у отца и когда в ее двадцать один год они женятся при том что она идет третьей женой семью там еще и наложницы и так далее и так далее и они прожили абсолютно счастливую жизнь в упоении красотой в он построил для нее потрясающий дворец который она после того как он ну он он погиб он играл он был профессиональным игроком в поло он в Англии погиб и она в семьдесятом году и она трансформировала этот дворец в гостиницу она не могла там жить она она сделала из него гостиницу рамбах палас тадж палас и это стала первая роскошная по-настоящему роскошная дворцовая гостиница Индии так вот у них была одна общая страсть догадайся какая лалик они обожали лалик они при жизни Рене они они несмотря на то что Мансин был он в десятилетнем возрасте стал махараджи при этом он был не наследный махараджи его предшественник страшно боялся что его ну что у него будет наследник который его сместит в Индии это часто случалось поэтому ни с одной из своих официальных жён он не допускал чтобы они забеременели у него при этом было несколько десятков детей от наложниц но они не имели никаких легальных прав он просто выбрал юношу умного красивого юношу назначил его своим наследником но так же и в Японии сейчас он его усыновил да он его усыновил назначил наследником усыновив и и тот ступил на престол в десятилетнем возрасте то есть он еще выбирал юношу мальчика который не сможет его сместить потому что он так сказать молодой быстро показал свои выдающиеся способности что говорит о том что монархи возможно их надо выбирать тоже и и когда он он стал коллекционировать всякие прекрасные вещи для своих дворцов ну как в Лобанов Ростовский да и в том числе ты не поверишь он заказывает стол на 12 персон стеклянный стол у Рене Лалик и стол ему доставляют и стол этот до сих пор стоит на своем месте у него внутренняя подпетка по центру по центру стола какие эти самые птицы но ласточки ты знаешь не ласточка а пикокс павлины павлины но небольшие мы опять возвращаемся к павлину ну милый конечно прямо скажем Индия больше ассоциируется с павлином чем с воробьем или с ласточкой Эстония это символ Эстонии ласточка поэтому я это у Лалика подсмотрела и очень и я сидел прямо мы сидели за этим столом что? мы сидели за этим столом в 2002 году и внутренняя подсветка от этой внутренней подсветки птички сияли при том что там темно достаточно птички сияли так же как сегодня сияли овершие вот этих прекрасных карафов которые я поставил сегодня в инстаграм ты знаешь что эти секрет два секрета да как минимум у Лалика как сделать вот это вот патинированное мутное стекло и как и как сделать так чтобы весь этот хрусталь все это стекло ловило каждый луч света откуда бы он ни сходил какого бы ни был слаб источник этого света да да и потом я стал читать оказалось что этих столов было за всю историю Лаликом сделано два один поменьше один побольше для махараджи он до сих пор стоит в этом самом городском дворце в и и дальше после обеда после ужина мы вышли на улицу к нам снова присоединился махараджа и сказал а сейчас молодежь вам приготовила сюрприз и вышли вот так малюсенькие дети и стали петь и танцевать и среди среди них был мальчик маленький мне шепнули что это мальчик это сын у дочери этого этого самого у него у Хавайсинха был всего один ребенок дочь ну и собственно и есть а не было сына не было наследника и дочь у нее случился мезальянс она с одним из сотрудников дворца вышла замуж с него и родился маленький мальчик ну вот этот мальчик который пел и танцевал и перед смертью по традиции Хавайсинх его усыновляет он ну он делает так чтобы права отцовства перешли к нему то есть от деда от отца к деду и сейчас этот подманапххсинг после смерти своего деда отца стал мхараджи джейпура ему сейчас по-моему девятнадцать лет или что это один из самых красивых юношей на свете все так сказать все там намешанные крови все они вырвались там абсолютно. Он, естественно, тоже играет. Как тактично ты мне фото не показываешь, чтобы я могла спокойно беседовать. Скажи, пожалуйста, я хочу держать совет. Я хочу... Я припасла для тебя тоже такую бутылочку Сатерна, потому что это реликвия. И меня часто спрашивают, есть ли у меня, например, ролевые модели. И есть ли люди, в которых знакомство, с которым... Ну, с которых я хотела бы в жизни встретить. Ну, естественно, у меня есть ролевые модели. Я реально подхожу к жизни. И я учусь, я слушаю, я смотрю. И ты знаешь, есть есть Тивио Дэнс, который мог бы всего этого не делать. Но он купил лалик. И он дал этому лалику такую жизнь. Тоже ведь коллекционер. Он коллекционер. Он коллекционер. Он начал со страсти. Он начал с коллекционерами. Молодой, очень симпатичный, харизматичный человек, который купил эту историю и который еще попутно эту историю украшает еще другими историями. Это прекрасный шато в Сатерне на юге Франции. Четырехлетний шато. И он заказал у стеклодув, как сказать, хрустальных дел мастеров, у стеклодувов лалик в Альзасе, он заказал трехсотлитровую, он заказал бочку из хрусталя, которая высвечена во всем этом покребе. И туда входит 300 бутылок Сатерна. Это арт. И он на самом деле возвел это искусство свое. Он не мог его не продлить и не мог не создать этот лалик арт. Это настолько красиво. И я не знаю, удавалось ли тебе быть в Альзасе в вилле Рене Лалик. Я, знаешь, я в Альзасе не был ни разу в жизни, к сожалению. Говоря, что там красиво на Рождество. Это, кстати, из Баден-Бадена не так далеко. Там же открылся гостиница. Да. Пять лет назад. Вилла Рене Лалик. Да. Но ты знаешь, почему я все про нее знаю? Потому что чудесная дама Тина Грин, жена мистера Грина. Ага. Нашего мистера Грина из Монако. Нашего топ-шоп мистера Грина. Его любимца и Кейт Мосс. Она архитектор. Так. И она работала над этой прекрасной виллой Лалик. И над мебелью еще тоже. Насколько я помню, она и мебель делала. Да. Она необыкновенная. И мне довелось, потому что с ней дружил Питер ван Найтлик. И она была связана тоже с моей работой. И она мне показывала все эти рендеринги. И поэтому Ала Лалик, все эти архивы, все, все, все. Это было абсолютно в красивой подборке. И она тоже делала, соответственно, она также делала и это шато. И это удивительно. Это удивительно. Это совершенно очень современно. Это вообще не фру-фру. И вот это стекло, это сила стекла. Ну скажи, из какого бокала мне выпить Сатерн? Мы уже с тобой полчаса разговариваем, а я еще не решила. А у тебя пересохло в горле. Татьяна, это, так сказать, только твой выбор. Ну попробуй саклинг. У меня есть. У меня есть. Попробуй саклинг. Попробуй с 100 поинтов. И у меня есть коньяк. Попробуй с коньячного. Сравни. Но здесь... Ты можешь сравнить, но мне кажется, из коньячного будет интереснее, потому что... Я уверена. Просто я тебе хотела похвастаться. Да, потому что... Потому что ароматы. А еще, еще я стал... Как всегда, все, конечно, ходит кругами. Дико интересно. Вчера я состоял в одной, ну, там, так сказать, тайной, тайной фейсбучной группе международной, международных фуди. И там, ну, такие, так сказать, люди, которые сейчас, естественно, страдают больше других, потому что не могут в ресторан сходить, а это для них, знаешь, лалик, ты можешь онлайн получить, а хорошую еду, ну, то есть, ты можешь, конечно, неплохую еду, но ты никогда не попадешь в ресторан. И вчера затеяли опрос, вчера затеяли спор. Кто из ныне живущих поваров? ну, вот кто, вот назови одного, вот если ты можешь, назови одного, кто оказал на сегодняшнюю ситуацию наибольшее влияние, и кто наиболее великий повар современности. Ну, вот, знаешь, это же всегда, а ты кого больше любишь, маму или папу, да? То есть, самый великий повар современности. И ты знаешь, ну, там, естественно, кто-то называет какого-то японского суши-мастера, кто-то называет какого-то бельгийского повара, но ты понимаешь, что их влияние на умы, оно, так сказать, мизерное, это величайшие повара. Ну, это ниша маленькая, конечно. Ну, это маленькая ниша. А кто-то совершенно справедливо указывает Рене Редзепи. Величайший, повар из Копенгагена, который создал фактически Северное, да? Но все равно чего-то, что-то не хватает, чего-то не хватает, что-то не хватает. Это должен быть француз. Должен быть француз. И ты знаешь, что больше всего народу сходится на имени Алан Пасар. Да. И я сам указал Алан Пасар, не считая никаких... И на его интерьере. И я, когда написал Алан Пасар, я вспомнил, что ко всем прочему, это самый мой любимый ресторан. Он называется Арпеш. Это самый мой на свете, наверное, любимый ресторан с точки зрения еще и интерьера. Не то, что... Я готов ходить туда на обед и на ужин. Кстати говоря, лайфхак нашим зрителям. На обед там все то же самое, только получается в два раза дешевле. Ну, как пирожки Пушкина в муму. Да. И вот... И вот... Это седьмой арендисман. Это напротив музея Родена. Что называется? Намоленное место. Особняка князя Куракина, можно так же сказать. Да. Мой любимый штат. парижских мест, где всякие кутюрные показы проходят. И вот там этот ресторан. Один из самых, наверное, тесных ресторанов Парижа. Все сидят друг у друга на голове. Сейчас, когда он откроется, наверное, что-то будет по-другому. Но это один из самых уютных и самых красивых. Но это изысканно. Ресторану исполнилось сколько же, по-моему, 30 с небольшим лет. У него три мюшленские звезды, естественно. У него все возможные. Он входит в десятку лучших ресторанов мира. И у него очень простой интерьер. Очень простой интерьер. Потому что человек, Алан Пасар, человек с большим вкусом. Он сделал, он заказал, смог где-то заказать, знаешь, вот это ардекошное гнутое стекло в окнах вставил, которое дает такой, и не надо затемнять, ничего. Они дают такой, так сказать, непонятный свет. Он сделал панели из грушевого дерева. И он выкупил одни на аукционе 30 лет назад, это было не так дорого, одни из сохранившихся стеклянных панелей, которые в 1928 году Рене Лалик сделал для для Кот-д'Азюр Пульман. У меня даже есть, вот здесь я фотографию покажу. Отвидел стенд Рене Лалик на всемирной выставке в 1900-м году? Да, это вообще, это невероятно. Нереально. И то, что Лалик работал у Кортье ювелиром и у Бушерона и этих классных контролл. Держись. Видно ли тут что-то? Ну, видно одну из центральных, не очень понятно, что это, конечно, но я объясню. Очень понятно, невозможно не узнать. Да, это три панели с вакханками. Невозможно не узнать. Над ними виноградные грозди и внизу тоже. А покажи, пожалуйста, декантер с вакханкой потом, ладно? Да, конечно. И это, конечно, совершенно потрясающе. И он вот весь интерьер, все, простые небольшие столы под белыми скатертями. Я была там, когда работала в Хэмсене, мне повезло. Фарфор какой ты думаешь? Я думаю, что на букву Б. Бернардо. Бернардо специально для него сделанный. Да. Как ты думаешь, ножи вилки какой фирмы? Кристофель, я думаю. Конечно, Кристофель. Но это киты Франции. Абсолютно. Абсолютно. Это минимум и максимум. Слушай, театр Шан-Зелизе, куда ходят французы. Они ходят в театр Шан-Зелизе. Прекрасный интерьер Вионе делал. Лалик. Это абсолютно культовый ювелир. Помнишь, что он Сару Бернард? Вот эти броши, которые он сочетал. Вот эту мою эмаль, бриллианты. У меня есть гениальная история про Сару Бернард. Ну, покажи мне, пожалуйста, свой декантер. Декантер сейчас тебе покажу. Вакханку, Афродиту. Ну, это, конечно, можно этим всем любоваться. Но, конечно, ты как поклонница флоры. Знаешь, я плющ, плющ, плющ Рене Лалика, и Анечиной глазки еще не так пережила, не так просто. Но ты знаешь, что у него же было три F. Фам, флора, фауна. И вот тебе, пожалуйста, фам, вот тебе, пожалуйста, флора, и вот тебе фауна. Роскошно. А ты помнишь, ведь, что первая подпись была Рене Пойнт Лалик, потом стала Эрпоинт Лалик, а потом и он ввел вот этот РЛ. И Ральф Лорен, я не знаю, кто у кого воодушевлился, но я понимаю, что это инициалы, но тем не менее, все равно, вот это первое РЛ, этот РЛ, это настолько красиво. И вот эти маскоты, когда мы с Тиной Грин смотрели эти Лаликовские, все эти рендеринги, работы, ну, абсолютно, ну, вот эти маскоты, которые он делал для автомобилей, помнишь, для Рене, для Рено он делал лошадок, потом для Бентли, для, для Бентли, для кого он еще делал, для Роллс-Ройса, эти роскошные, роскошные символы, как сказать по-русски, ну, талисманы автомобиля, это, конечно, на радиаторную решетку. Это так красиво, так теперь ты меня дразнишь. Смотри, а это называете, это же сделали в честь Банжана, Банжана, этого самого города, где мануфактура, сделали вот такой набор для виски. Слушай, мне очень нравится, покажи бокал для виски, это как олд-фашнер. Он абсолютно гениальный бокал. Как удобно держать, это грань, гениально удобно. Да, и он потом, он такой непритязательный, он такой, ну, фантастический абсолютно. Ну, в общем-то, буржу. У нас был вопрос среди наших, был задан, надо ли переливать виски в декантер и вообще зачем для виски декантер. Ну, друзья, во-первых, это красиво. Во-первых, это самопрезентация. Никакой практической в этом. Во-вторых, есть о чем поговорить. Конечно, виски может храниться в бутылке, и одно стекло от другого, ну, мало чем отличается. Но, во-первых, смотрите, если вы можете себе позволить графин лалик, то уже совершенно все равно, какой виски вы пьете. Вы можете налить в этот графин виски любого достоинства. Он будет смотреться и питься. И питься. Во-вторых, это прилично. Это очень социальный момент, когда уходит этикетка и сглаживается вот это социальное неравенство. А вот. Или ты скрываешь, или ты, ну, и скромности скрываешь, или ты, ну, просто, просто, ну, образно говоря, ну, я считаю, что такой хрусталь и такие бокалы, естественно, это самопрезентация. Ну, конечно, по крайней мере, мы бы с тобой точно поговорили про лолиты, про истории и про все то, что нам с тобой интересно. А парфюмерные бутылочки. Нам только дай поговорить о твоей известной болтушке. Но я сравнила аромат и, конечно, тюльпан. Здесь практически, это очень удобно держать, лувр, кстати. И что мне нравится в Саклинге, у Саклинга, когда он сделал эту серию, он сделал все бокалы очень современно большими. Вот для меня лувр классика французская, он чуть-чуть мельчит, тарелки же стали большими. И в чем уникальность Саклинга, что он сделал современный размер стекла. Это, я считаю, что это одно из лайфхаков, потому что, когда, но все равно это же стол, и когда постановочная тарелка уходит 29, 30, 31 сантиметр, а бокалы мельчат. Но в этом есть какой-то дисбаланс. Хотя, конечно, все это можно скрыть и подставить большие бокалы. Но вот поэтому, поэтому как раз, ну и то, что бабушка Саклинга собирала лалик, живя на совершенно далеком побережье, которое смотрит на Гавайи. И он сказал, я знаю, что это такое, когда Дэйс попросил линию, я тоже, как и тысячи, считаю, что я ему доверяю, Саклингу. И он сказал, мне нетрудно сделать, моя бабушка собирала лалик, я знаю, что это. Поэтому действительно, это, ну, с одной стороны, это абсолютно... ты сказала спорную вещь, которую наши зрители немедленно отметили, про то, что, ну, как бы, не надо выставить, насчет социального неравенства, сказали, что лалик, конечно же, куда больше знак социального неравенства, чем виски, но... послушайте, не согласна. Это не совсем так, потому что лалик был тем человеком, который сделал стекло доступным. Абсолютно. До него любая скульптура из стекла, любой хрустальный декантер, это были вещи, которые могли себе позволить аристократии, и он, одной из его идей, и почему он до смерти не переходил на хрусталь, почему он делал все из стекла, и только Марк потом в 45-м году перешел на хрусталь, он хотел сделать свои произведения дешевле. И, ты знаешь, я тебе еще не говорил, но я, кажется, я, кажется, вчера купил на аукционе вещь прижизненную Рене Лалико. Маленькую, маленький такой стакан с воробушками. Ну, сфотографируй подписи, мы с тобой... А ты знаешь, он тебе придет, ты первая сфотографируешься. Сегодня уже что-то пришло, поэтому я еще просто не имела возможности посмотреть. Но на самом деле, ты знаешь, я абсолютно лайфхак, для меня лайфхак, это удобная цена Лалико. Я просто смотрела, я не знаю эту серию, новую, Вингер, но просто я на нее засмотрелась. Она идеальна. Ты знаешь, я на нее засмотрелась, и я просто очень хорошо помню, сколько стоит бокал. И это реально доступно. С точки зрения детального. это стоит саклинг, этот бокал, это доступно. И здесь нет никакого, здесь нет вычурности. И это не блестит. Я понимаю, что есть пару брендов во Франции, да, они также дорожат, бокара, прочее, но это несоизмеримо. Здесь цена и качество и профессионально выдатый бокал, человеком, который вином занимается, профессионально понимает. Вот это гениальная детская история. Я тебе произнесла Сильва Дэнс, но ведь сам Рене Лалико родился, знаешь, где Ваи, в шампании прекрасно. Да, он в шампании. Поэтому он мне близок и по этому аспекту. Поэтому я считаю, что если... У меня для завтрашнего, у меня для завтрашнего нашего с тобой шампанского вторника припасён... Выражение лица, Геннадий. Да, да. У меня припасён флют. Я тоже буду... Я тоже буду... Ну, хочешь, я скажу, а у тебя нет купа? Вот флют это обычно. А купа нету тебе? А нету. Ну, потому что ты чентльмен. Ты чентльмен. В Москве всё продано. Да ты что? После наших с тобой шампанских цупок... Это вот подтверждение нашей теории. Лучше купить одно, но хорошее. На кубке нету. Ну, вот этот универсальный бокал, он абсолютно подходит для шампанского. Я просто ещё не придумал, какой я буду пить шампанское. Это точно будет дойц, но я не понял ещё какой. И любой из этих бокалов, абсолютно подойдёт. А, кстати, знаешь, что Рене Лалик сделал первую бутылку для Амур-де-Дойц? Это Лалик. Нет, не знаю. И ты знаешь, что мы говорим о цене виски. Виски-виски рознь, мы это прекрасно понимаем. Но Макмеллан, Рене Лалик делал для них бутылки. Бутылки делали для патрона, когда лончит патрон. Белуга, Лалик. Поэтому хороший виски, ты знаешь, сколько стоит очень хорошие виски. И это соединительные вещи. В Москве в ресторане Белуга стоит декантер для водки Белуга Лалик. Да, и это красиво. Во-первых, это очень красиво. Во-вторых, это очень узнаваемо. И в-третьих, это подчёркивает очень хороший вкус. И она не кричит. Нет ни золота, нет ни... Нет никакой инкрустации бриллиантом. Ничего такого нет. И в этом даже нет никакой белужей русскости. Это абсолютно красивый, мирового уровня графин, декантер. И я этим просто горжусь, потому что... Но я считаю, что когда такие марки французские получают новую жизнь, я просто очень горжусь. И Дэнс, он швейцарец. Мы знаем, что китайцы скупают очень многие дома, производители роскоши. И хорошо это или плохо, нет. Но то, что он сделал эту серию доступной, то, что здесь нет ни маскулинности, ни фемининности в этом бокале, он абсолютно нейтральный. Просто он для человека, который понимает в вине. А ты знаешь, что я узнал, что Саклинг... Ну, то есть, он... Ну, окей. Мы знаем много людей, которые дают свое имя и на этом заканчивается. Да? Ну, участвуют в паре рекламных кампаний. Самое смешное... Как Клоуни и Неспрессо. Самое смешное, что у Саклинга есть специальный чемоданчик с этими бокалами, с которым он ездит. Я подписана на него, я все это знаю. Он говорит, что... Ну, ребят, но это удобный бокал. Я создал его под себя. Я в день пробую 60 вин. И мне этот бокал, особенно имея в виду, что часто это слепая дегустация, бутылка вина просто обернута. Я не знаю, бурбунди, это бордо или еще что-то. Это профессиональный бокал. Поэтому универсальный, профессиональный бокал это выход из ситуации. Естественно, что есть... у него великолепный бургундский бокал, который ты показывала, потому что ты его... А, нет, ты бордо использовала. Я бордо. Бургунди. Мне очень нравится его бордо. Для меня... Великолепный, великолепные размеры, все абсолютно... И, ты знаешь, действительно, меня спрашивала моя коллега из Берлина в комментариях под вчерашним постом. она президент немецкого жюри World 50 Best, Лорен Хайст. Она, ну, знаменитый критик. И она спрашивает... Она меня стала спрашивать про этот бокал. А это что, тоже лалик? Я ей объяснил. Да, это лалик, это Джеймс Саклин. И я... Он говорит, ну, он выглядит прекрасно. Я говорю, но он еще и... Потому что он весит хорошо. Нормальный маскулинный бокал. И скажи, пожалуйста, почему 100 Points называется? Все-таки ты в Вене разбираешься, знаешь... Ну, потому что многие видные критики, у них 100-бальная система. Оценки, да. То есть мы знаем, в школе у нас от 1 до 5, 5-бальная. Есть часто там у Гомио, например, гастрономического гида, 20-бальная система. И так далее, и так далее. То есть тут разные системы есть. Но самые частые для вина это 100-бальная система. И то, что от 90 до 100 баллов, это, так сказать, это великие вины, как правило. 93, 95, 96. Ну, поэтому он и назван 100 баллов, потому что он как бы, это референс к системе оценки, которую Джеймс Саклин пользуется в своих... Он 30 лет, он был редактором журнала Wine Spectator. Он был редактором, винным редактором, и до сих пор остается приглашенным винным редактором Татлер Сингапур, Татлер Таиланд, Татлер Тайвань и так далее, и так далее. Всех этих азиатских, которые обсесс, они прям, они заражены все вином. И он потом основал собственную компанию, которая консультирует, и которая эволюирует вина, которая дает оценку. И человек, который колесит по миру, потому что все время где-то появляются... Во-первых, есть южные полушария, северные, в которых разное время созревания, поэтому разное время выхода новых винтажей. Соответственно, зиму он проводит где-то в южном полушарии, Южная Африка, Аргентина, Чили, Австралия, Новой Зеландии и так далее. Лето он проводит. Ну, то есть человек колесит с этим своим чемоданчиком. И, кстати говоря, некоторые наборы вот этих вот 100 points, как бы, как помашь этому чемоданчику, они продаются именно в чемоданчиках. Ну, во-первых, это удобно. Это удобно. Ну, вот сколько, например, как часто ты декантируешь? Хорошо, виски я не вижу, например, ну... Слушай, мы сейчас снова возвращаемся к вопросу, а нужно ли декантировать виски? Да, вино можно почти... В 99 случаях из 100 вину можно и нужно не декантировать. Но можно и декантировать. И если оно налито вот в такой бокал, в такой графин. Ну, друзья, мы же все время говорим о том, что винопитие тем и отличается от питья воды или Кока-Колы или еще чего-то. Тем, что это процесс, это процесс, который захватывает все ваши чувства. И рецепторы, конечно. И рецепторы. Зрение, обоняние. Все. Нос, ваши сосочки вкусовые. Даже уши, потому что вы слышите, как льется вино. Уж не говоря о глазах. И поэтому, если вино налито в такой бокал, представьте себе, что вы берете... К тому же, был вопрос, был вопрос у тебя вчера или позавчера. Если я открыла бутылку, как долго она может прослужить? А скажу так, вот с тем, с той пробкой, которая у тебя, это 2-3 дня максимум. Ну и то, если эта пробка качественная. Здесь пробка притертая. Это притертая пробка. Но это профессиональные люди. Это же не сувенирная лампа, которые профессионально понимают в вине. Вино не окисливается. Это притертая профессиональная пробка. Геннадий, я поняла, чего мне не хватает. Просит рассказать все-таки историю про Сару Бернард. Все тут вспоминают. Это можно прочитать, да, прекрасно. Я очень быстро... Нет, это не связано с Лаликом, это моя персональная история. Был такой швейцарский режиссер Даниэль Шмидт. Очень для швейцарского кино важный такой персонаж всех возможных ориентаций, естественно. Потому что, с одной стороны, он жил с Ингрид Кавен, с другой стороны, он жил с Фассбиндером и вместе с Ивсен Лораном он ставил шоу Ингрид Кавена Пегаль и так далее. И он снимал кино. Кино не выдающееся, но дивно и интересно. И он снял как-то... А я делал его ретроспективу в 90-х годах. И он снял как-то фильм, который назывался Ор Сезон, Оф Сизон или Вне Сезона. Низкий сезон, да. Да, про своего деда. Ну, как бы там не было, про своего деда, который был из кантонов Лимс в Швейцарии и был владельцем отеля Швейцархов. Так вот, стал он владельцем отеля после того, как проработал долго довольно в лондонском Рицере. Тебя пишут крупными буквами с притертой пробкой сколько можно хранить вино? Я думаю, что неделю совершенно спокойно, а то и больше. И вот он работал в Лондонском Рице и был официантом, начинал как официант. Помощник, потом официант. Когда он стал официантом, одной из его клиентов была Сара Бернар, которая жила в Рице. Сара Бернар... Тебя спрашивают, прости, пожалуйста. Можно я расскажу, Таня? Можно я расскажу историю, а потом... Большими буквами пишут. Ну, они подождут немножко. Сара Бернар, когда сидела за столом, она всегда читала газеты вот так. Она не видела, что... Она тыкала, она брала рукой яйцо, тост. Рядом с ней всегда стоял официант, и этот официант был как раз дед моего товарища. И он знал, где что должно стоять. Где должно стоять яйцо, где должна стоять салонка, где должна стоять масленка. Потому что она тыкала руку... Приземлялась. ...в определенное место. И однажды его уволили за какой-то совершенно невинный проступок. На самом деле, просто как обычно, не хотели платить премию или что-то в этом духе. Это были времена Сары Бернар. Ей дали другого официанта, она не заметила, она сидит с этой газетой, она ничего не видит. И она тыкает в яйцо, а там в сахарнице. Она сыпет соль, не на яйцо, а в кофе. И она в страшном, страшном гневе, кидая на пол все эти яйца, подставки, фарфор и все прочее. Какого черта, кричит она, верните немедленно моего этого. этого немедленно вернули. Он получил от нее щедрые чаевые и вскоре продвинулся вверх по лестнице, но все равно оставался, пока она жила, он все время обслуживал ее за завтраком. А потом на накопленные деньги открыл гостиницу в Гризоне. Гениально. Понимаешь? Понимаю. Так скажи ответ, сейчас еще там несколько, я сегодня слежу за линиями. Скажи, из 100 points, если выбирать между Бургундией и Бордо, какой для тебя более универсальный бокал? Ну, для меня универсальным бокалом является тот, который называется бокал универсальный. Он так и называется, универсальный бокал. Совершенно верно. Если спрашивать меня лично, меня лично, то для меня бокал бордовский, я могу пить из него, например, бордо и шампанское. Совершенно верно. Почему я его и выбрала? Потому что он, но бургундий из него я не могу пить. У меня уже чего-то такое, так сказать, что-то не работает. А из универсального? А из универсального? Как универсальный? Из универсального? Ты понимаешь, в чем дело? Мы же люди, подверженные всем видом, так сказать, соблазнов. Соблазнов. Мы подвержены рекламе, мы все слушаем и мы верим. Вот назвали универсальным. И я сразу верю. Я верю, что он универсальный. И мне совершенно спокойно, но я не могу из бокала, который называется бордо, пить бургундию. Ну как это можно? Ну как можно рыбным ножом резать мясо? Никак. А если у тебя универсальный нож, ты можешь и то резать, и это резать? Я прав? Ну и из универсального, из универсального, я тоже можно выпить прекрасное, хорошее, винтажное шампанское. Чем выше цена, тем шире бокал. Но при этом никто не отменял куп 100 points. Абсолютно верно. Просит показать, как ты держишь бокал. Но блан-де-нуар шампанское я буду пить из бургундского бокала. Кстати. А блан-де-блан я буду пить из бордо. Вот у меня такой будет. Возьмешь двумя руками и будешь. Посмотри, подтверждение тому, что я говорила. Вот коньяк современный, 100 points. И вот классик. Это белое вино. Так коньяк по размеру белое вино. Почему это намного интереснее, и почему это более современное. Поэтому на все есть у нас ответ, как потратить мы первое, но как потратить и получить удовольствие, как оправдать и оптимизировать цену, чтобы не кричало, чтобы это было правильно, чтобы это весело в мужской руке. Удобно тебе? Удобно. Чтобы не скользила ножка, чтобы я не переловила ножку бокала, чтобы это можно было натереть самостоятельно без прислуги в шесть рядов. И все это работает. По крайней мере, Саклинг сделал очень хорошую коллекцию. Я считаю так. И деть мне абсолютно не халтурил. И я только мечтаю с тобой однажды оказаться в Бордо и на юге Бордо и поехать посмотреть его два шале, потому что, естественно, это я ревную. Геннадий, я ревную. У них еще есть хайбол. Нереально. Это очень, полосочка очень хороша. Но без птиц тоже не обойтись. Правда? А ты видишь, как полоска, вот это вот ребро на бокале и ребро здесь, как они друг с другом гармонируют. Как это называется? Вингер? Это называется Винжен. Винжен. По имени Эльзасского городка, где, собственно говоря, ты понимаешь? Да, там Савва. Савва Бьен. Значит, мне придет пепельница, Лалик, да? Но ее можно использовать и как басказ. Да нет, пепельница уже у меня. А мне что придет? Тебе придет такой бокальчик. А, роскошно, поняла, да, поняла. Он с воробушками и он всего 12 сантиметров в высоту. Да, роскошно. Но, судя по фотографии, он... Карандаши туда не надо ставить, я тебя прошу. Да, я как раз для карандашей его хочу. Цветочек. Мало ли, не так ты много уже карандаша... Пока он у тебя будет, ты можешь цветочек в него ставить. Я положу в ленту его. Я, кстати, тоже поставила этот прекрасный сатерн в ленту. Не насилуйте импортеров вина, никто вам не продаст, потому что это лимитированная серия. И более того, на завтрашний день у меня тоже есть сюрприз для тебя. Ну, роскошно, Геннадий. 100 points. Я похож на сову? На сову похож. 100 и 100. Ты лучше совы, ты филин, ты шикарный. 100 points. А я пью чай и люблю Рене Лалик. Как я люблю совы? Давай, пожалуйста, перекличку. Все замерло у нас с тобой в ленте. Перекликай. Нет, мне не... Как никогда очаровательна я сегодня. Видишь, тема, как меня Лалик не отражает. Я даже кричит самолос. Хрустальный красоты. Хрустальный абсолютно. Ты знаешь, еще что... Хрустально-дымчатый. Хрустально-дымчатый красоты. Ты знаешь, что еще мы не отметили? И я хочу сказать, что 1 мая, вот буквально пару недель назад, 1 мая этого года исполнилось ровно 75 лет со дня смерти Рене Лалик. А его внучка была Сио Лалик, кстати. Для меня это такой один тоже из примеров семейных бизнесов французских. Она это удержала. Она была Сио. Помнишь, я тебе рассказывала об Авелане и прочее? Ого, у нас из Тегерана сегодня. Роскошно. Юлия из Баруш, я вижу. Закарпатья. Прекрасно. А у кого-то тоже есть лимитированные бутылки? Япония, Фукуока. Роскошно. Я только что был в Фукуоке. Почему мы не встретились? Я провел неделю там. У кого-то была тоже лимитированная Сатерн? Я хочу прямо узнать. А, Яночка, да. Яна и Сталина. Естественно, у нас есть источник. Я еще, знаете что, я пока идет у нас, я покажу несколько картинок, я просто не могу их не показать. Это совершенно невероятная красота. То, что я очень люблю. Во-первых, это вот Лалик сделал церковь в Сен-Мэтью на Джерси. Да. Смотри, какие потрясающие совершенно. Это огромные алтарные фигуры. Но главное, конечно, для меня Лалик то, что он сделал, во-первых, самые прекрасные поезда на свете, Кот Дозюровский этот пульман, который сейчас, этот же дизайн используется в Ориент-Экспрессе, в Венес-Симплан в Ориент-Экспресс. Кстати, этот вагон есть и у японцев в музее, и в Альзасе, да? Да. на самом деле это символ, это на самом деле символ, поэтому эти символы... А вот этот символ, это, конечно, совсем, это салон теплохода Нормандия. Это был самый большой круизер, самый большой лайнер. Роскошный. Роскошный. Это совершенно невероятно. Ты помнишь Мамунию до Маракеши? Очень хорошо. Дело того, как на нее набросился Жак Гарсия и превратил его в Жак Гарсию. Ее делал Пинто, как ты помнишь? До Гарсии. А? Ее делал Пинто до Гарсии. Ее делал... Ну, она в 24-м году была построена, естественно. Ну, я имею в виду Пинто позже перед Гарсией Причёсом. И там был салон Норманди, который воспроизводил вот этот салон. Сейчас из него сделан проходной бар, но ну, что делать. А это вот Оренда Экспресс с спасенными, сохраненными вот этими панелями. Панелями, да, панелями с вакханками. Это, конечно, дивной совершенно красоты. Совершенно. подуши, благодаря как раз, благодаря как раз Дэнсу есть и прекрасная линия Лалик Хоум и очень много вещей. И всё это абсолютно красиво живёт и существует. И парфюмы, как ты знаешь, выпущены прекрасные, прекрасные ароматы. Я пользуюсь одним. И есть по-прежнему, есть, я не знаю, как это правильно назвать, драгоценности или бижутерия Лалик. И это тоже изысканно узнаваемо. И это, конечно, роскошно. И тема для... Они же начали заново воспроизводить бижутерию при новом... В Москве в ЦУМе есть прекрасная витрина, и я просто ну, зум-ин, зум-аут своей мечтой стою над ней подолго. И эти ландыши, которые я имела, ошейник из ландышей. Это было... Я на самом деле счастлива, что я занялась своей темой, потому что благодаря теме меня пригласили на съемку, и благодаря этому я получила себе на шею эти ландыши. Это было в ДЛТ, в Петербурге, и это действительно красиво. И это очень, очень... И это выглядит демократично. Поэтому этот серый оттенок, Геннадий, спасибо за историю. И это на самом деле... На самом деле я опубликую, положу в Инстаграм тоже эту свою любимую дверь. Она у меня есть во многих кадрах. Я тебе пришлю. Дорогие друзья, мы сейчас выходим из эфира, уже заканчивается эфир. Садарюген, спасибо. Готовьте ваши бокалы на завтрашний шампанский вторник. Мы с Татьяной пьем Дойц, великая компания, великая шампанское, которым нас научил Дольф Михель. Покойный слава ему и мир его праху. И я расскажу, как меня президент Дойц принимал члены ордена шампанских вин. Мне придется пойти к импортеру Дойца здесь на соседней улице. Но у меня есть для тебя сюрприз. Не знаю, перенесешь ли ты его или нет. Субтитры сделал DimaTorzok